Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя мать очень сильно вмешивается в мою личную жизнь, веще ли. Я очень редко строю с кем-то серьёзные отношения, но каждый раз, когда судьба улыбается мне и я нахожу партнёра по душе, мать прикалывается над этим человеком, всё время ищет недостатка. С возрастом меня это раздражало, мне уже за 25. Знакомые родственники очень хотят, чтобы я вышел замуж, была счастлива. Но из-за мамы у меня пропадает интерес к жизни и к мужчинам. Помогите мне культурно объяснить ей, чтобы не втыкало пальцем в мою личную жизнь. Не знает этого человека дальше, но делает поспешные выводы, унижает людей. Прежде читать ей нашу переписку, типа я ещё ребёнок, у неё большой опыт. Это не опыт, это просто издевательство. Хочется ничего и не говорить, быть как закрытый сейф, научите меня не рассказывать ей про свою личную жизнь. Каждый раз изливаю ей душу. От меня не зависит, но очень хочется избавиться от этой привычки. Ну, ещё ещё вопрос. У вас достаточно хороший. Ну вот, я бы сказал, что в первую очередь имело бы смысл посмотреть на то, что вам эта привычка вообще радаёт. То есть, ну вот, просто радует. Что она вам даёт, что вы получаете, что вы получаете с этой привычки. Это очень важный аспект, потому что вторичная выгода, так называемая, очень сильная штука. И вам нужно увидеть её. Вам нужно постараться её определить. И понять, что вы, что вы, ну, в этом получаете. Да? Как бы. Я имею в виду, что вы получаете именно в том, что делитесь со своей мамой, вот, с подробностями своей личной жизни. Это первое. На что я бы обратил внимание. Второе, на что бы я обратил внимание, это, конечно же, личная ответственность. Потому что вы говорите, что из-за мамы теряете интерес к мужчинам. Вот. Но позвольте с вами не согласиться и сказать, что дело не в маме, но в вас. Вполне вероятно, что из-за как раз-таки сложности с личными границами вы боитесь устраивать отношения с мужчинами. Боитесь? Вам сложно, тяжело. Вот. Вы говорите, что, когда это происходит, то это судьба. То есть, явно здесь есть, ну, некоторая такая идеализация мужчины. И, соответственно, соответственно, может быть, безознательно вы пытаетесь этого избежать. То есть, может быть, безознательно вы пытаетесь сделать так, чтобы мама, ну, на самом деле, ну, отвратила вас от мужчины. Вот. То есть, тут нужно смотреть, тут нужно разбираться. Дальше. Я не совсем понимаю, как вы хотите именно научиться, то есть, ну, вот, вы написали вопрос, а, собственно, научиться, как вы хотите. Вы считаете, что вы научитесь просто прочитав чей-то совет или вот как в моём случае прослушав ответ. Нет, это так не работает, к сожалению. Вот. Дальше. Что ещё смущает, пожалуй, это, наверное, то, что вы как-то вместе, вот, не делаете разницы между жизнью мужчинами. Ваша жизнь, это ваша жизнь. А мужчины, это мужчины. И, на мой взгляд, ну, одно с другим путать не стоит. Вот. По крайней мере, на мой взгляд, да, по моему мнению, не стоит путать. Это всё-таки, всё-таки разные вещи, это всё-таки разные аспекты, это всё-таки разные, ну, разные моменты. Вот. Вот. Поэтому я бы разграничил бы вашу жизнь, которая вам может быть интересна или нет. Вот. И отношения с мужчинами, вот. Которые занимают определённое место в вашей жизни. Ну, вряд ли они занимают всё место в вашей жизни. Ну, вот, пока, судя по вашему тексту, получается, что как бы всё. Хотя я прекрасно понимаю, что, ну, может быть, нет, скорее всего, скорее всего, нет. Ну, вот. Но это пока только допущено. То есть я не уверен в этом. Дальше. Значит. Вот вы пишите мне уже за 25, какое значение имеет ваш возраст. Значит, с возрастом меня стало раздражать, что мама прикалывается над мужчинами. Это злость, вам нужно просто её слушать, адекватно её выражать и, в принципе, ситуация несколько скорректируется. Вот. Но. Ага. Значит. Вот. Почему вы говорите, что резко строите отношения с мужчинами? Связано ли это с тем, например, что у вас обычные требования? Или с тем, что вы боитесь? Вот. Или что-то ещё? То есть, знаете, вполне возможно, что как бы свои изначально отношения с мужчинами выстраиваете, ну, скажем так, не совсем. может быть корректно, не совсем может быть правильным, не совсем, так сказать, будучи естественной. То есть, вы сами не совсем естественны в отношениях с мужчинами. Ну, и подразделять людей на мужчин тоже, на самом деле, тенденция далеко не самая лучшая. Вот. Как мне кажется, потому что в таком случае можно говорить про выстраивание, скажем так, чисто, ну, гендерных таких вот. А это, на мой взгляд, опять же, опять же, на мой взгляд, это не есть хорошо для вас. Дальше. Значит, вы говорите, что все родственники хотят, чтобы вы, вот цитирую, вышли замуж и были счастливы. Ну, а вопрос. Какое значение для вас имеют то, что ходят родственники? Не ради ли их вы пытаетесь построить отношения с мужчинами с одной стороны и с другой стороны? А почему ваше счастье выглядит так, как будто вы можете быть счастливы только замужем? Это абсолютно, я бы сказал, совершенно не так. Ну, вот. То есть вы можете выйти замуж, вы можете не выйти замуж, но сейчас у вас от этого не зависло. Дальше. Культурно объяснить маме, чтобы не втыкало пальцем в вашу личную жизнь, пожалуй, не получится, потому что, если бы это было возможно, вы бы, наверное, уже сами бы это сделали. Можно научиться личным границам, вне вообще всякого сомнения, да, то есть обучиться, ну, обучиться личным границам. Это возможно, но, но, следует понимать, что культурно вот это вот несколько не всегда получает. Потому что человек может вот обреагировать негативно, скажем так, на то, что вы ему будете говорить, например, или то, как вы будете поступать. Да? Дальше. То, что, вот, вы говорите, что мама считает вас ребенком и так далее, вот, естественно, я не согласен с тем, что вы ребенок, да, и вы тоже, вы тоже, наверное, вот. Но проблематика здесь, как мне кажется, заключается в следующем, а именно в том, что вы сами чувствуете свою неверенность. То есть вам самой сложно, вы сами, ну, я бы сказал, привозитесь, что ли, вот, понимаете, да, какой момент здесь. Вот, то есть вы боитесь, вы, наверное, нуждаетесь в поддержке. Вот, наверное, и, собственно, это одна из причин, по которой вы вызываете дочь своим мамой, потому что вы не уверены в себе. Вы рассказываете про молодого человека, потому что, например, боитесь, что, там, он может, вот, ну, там, что-то негативное вам сделать. Вот, к примеру, не обязательно, что это так, но вот, к примеру, просто, просто, к примеру. Вот, соответственно, вам, опять-таки, нужно посмотреть на то, как вы выстраиваете отношения. С мужчинами, вот, и, ну, вот, собственно говоря, решить для себя этот аспект. Вот, то есть, ну, я имею в виду, на каких основаниях, да, как вы устраиваете отношения с мужчинами. Потому что, ну, совершенно очевидно, что слишком вот вы, как бы, ну, в нем или, да, в нем, ну, заинтересованы, например. Естественно, естественно, абсолютно естественно, это вам мешает, вот, понимаете, да. Поэтому тут, на мой взгляд, нужно снижать значимость этого для вас, чтобы вы могли быть естественными. Естественно, вот, понимаете, да, что я говорил. Вот, примерно так. Дальше. Так. Хочу, хочется ничего не говорить, когда вы изливаете душу. Ну, вот, да, тут, как бы, момент в том, что вы изливаете душу. Ну, смотрите, 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 эм, что конкретно вы делаете, когда вы изливаете душу. То есть, ну, условно говоря, да-дааа. Почему вы это делаете? Вот. То есть, ну, вас, эээ, что-то мотивирует, вероятно, это делать. Это делать. Вот. С этим надо разобраться. То есть, что вас мотивирует это делать. Научительно рассказывать про личную жизнь, но понимаете такая штука, вы ведь и сами рассказываете про личную жизнь. Мне кажется, что идея здесь заключается в том, что как будто бы вы сами может быть не уверены в том, что ваша жизнь должна быть под определенным замочком. Я не уверен, я не говорю, что 100% это так, но вполне возможно, что вы сами в это до конца не верите. Вот если вы в это до конца сами не верите, то поэтому вы маме, собственно, всё рассказываете. Вот. Но вам нужно помочь, как бы. Вот. То есть вам нужно помочь этот вопрос решить. Но для этого нужно, чтобы, ну нужно с вами поработать. Да? Для этого нужно с вами поговорить. Вот. И так далее. Пока что я бы сказал, что все точно очень такие общие общие истории, которые, ну, проливаю от света на вашу проблему. Вот. Лишь отчасти. Лишь отчасти. Лишь отчасти. Вам, да, просто, ну, нормально такая настоящая помощь. Вот. Как мне. По крайней мере это ведется. Все нормально. Главное. Что бы вы хотели. Вот. Что бы вы хотели и все в принципе получится. Вау. На этом все. Пожалуй. На этом все. Надеюсь, что. Мой ответ был вам полезен, интересен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам решить ваши трудности. Вот. Обращайтесь за помощью. Удачи вам. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Главн.